В Туле начала работу выставка победителей межрегионального конкурса плаката «Россия. Третий путь». Идея конкурса зародилась на Тульской земле в декабре 2012 года. Сегодня, мне кажется, очень важное событие в рамках проекта «Третий путь», открытие выставки. Вы знаете, что уже подведены итоги, определены победители, определены специальные призы. Но формат до всего этого был экран компьютера, а плакат на самом деле – это абсолютно другое визуальное искусство. Поэтому то, что мы сегодня видим, мне кажется, производит впечатление даже на тех, кто уже это много видел неоднократно. Мы очень рады, что выставка состоялась, и в первую очередь хотелось поблагодарить всех тех людей, кто принимал активное участие в подготовке и работе над этим проектом. А эта выставка после Тулы уже запланирована в Белгороде, в Калуге. Но я думаю, дальше география будет множиться, поскольку здесь темы затронуты на днюдь не тульские. Они касаются в буквальном смысле каждого. И хорошее подтверждение – это широчайшая география этого проекта. Нас в этой идее поддержал Союз художников России, Союз дизайнеров России. Министерство культуры Российской Федерации включило этот проект в федеральную программу культуры России. Предложено было три патриотические темы – держава, воля, вера, которые, на наш взгляд, являются главными. Мы считаем, что проект удался. Не всем, конечно, по силам оказались эти темы. Очень они все-таки глубокие, серьезные. Хотелось более ясного, более четкого определения пути движения нашей отчизны. Но, как мы говорим, правильно заданные вопросы – это уже половина ответа. Вопросы прозвучали, вопросы поставлены. Ну и давайте вместе на них находить ответы. В конкурсе приняли участие и профессионалы изобразительного искусства, и любители из 29 регионов России в возрасте от 4 до 92 лет, представившие на суд жюри более 700 работ. Недавно я случайно зашла в интернет и увидела объявление о конкурсе. Захотела поучаствовать с моими ребятами из школы. И что нарисовать еще о России, если такое знаменательное событие в этом году. И решила нарисовать о крещении Руси. Мне было очень приятно, что мою работу выставили в выставочном зале и еще дали знаменательный диплом. Я очень рада, что моя работа попала на выставку. Я принимала участие, подавала на заявки несколько работ, и вот одна из них как раз попала на выставку. Очень приятно, что в межрегиональном конкурсе среди множества работ, вот около 700 работ выставлено, и моя в числе них. Приятно вообще видеть о том, что проблемы России волнуют и молодежь, и народ в целом. Очень много интересных плакатов. Наверное, сильная была такая, можно сказать, конкуренция. Очень много сильных, стоящих действительно работ. Сегодня специально приехали из Калуги, чтобы посмотреть на выставку, побывать на открытии. И очень-очень приятно побывать в вашем городе. Известие о выставке пришло в нашу православную гимназию города Рязани, где учится мой сын во втором классе православной гимназии. Был объявлен конкурс среди учеников гимназии, и мы приняли активнейшее участие. Вот. Был, да, наряд тем, и мы решили написать такой плакат, который отражает как бы глубину нашего сердца, отражает глубину нашей души. То есть как бы наш крик, то, что мы хотим сказать. Папа был идейным вдохновителем этой картины. Ну, и мы вместе рисовали. Ну, я там Мишку подрисовала. Не, ну работали, конечно, над картиной дня три, конечно. Ну, много. «Россия. Третий путь» – это уникальный проект, предложивший обществу дискуссию о прошлом, настоящем будущем страны, о ее самоидентификации в современном мире, о выборе национальных приоритетов и перспектив развития. Дискуссию художественную, неформальную, умную, страстную на языке плаката. Вся выставка, все работы, вы знаете, пронизаны какой-то определенной такой ноткой веры, наверное, все-таки в лучшее будущее нашей России. И это чувствуется. Где-то работы насыщенные, очень эмоциональные, от них идет несколько тревожный настрой, какие-то более оптимистичные. И, наверное, это правильно. Здесь есть некая и доля какого-то взгляда, такого критичного, может быть, о жизни, деятельности человека, и о будущем нашей и природы, и страны, и земли в целом. По благословению митрополита Тульского Ефремовского Алексея, в работе арткомитета и конкурсного жюри, а также в церемонии награждения, приняли участие представители духовенства Тульской епархии. Василий Николаевич награжден специальной премией арткомитета от епархии. Епархии в каждой работе, которую мы обсуждали, живо-горячо, это душа нашего человека. И искать третий путь, ну, может быть, и надо, но этот путь, истина и жизнь, она есть в нашей русской душе, и на генетическом уровне, и все те понятия, которые были заложены в конкурс, любовь, надежда, воля, справедливость, они все здесь. Поэтому от епархии вам. Спасибо. Дорогие друзья, тут много говорилось о выставке, очень нужная тема, и хорошо, что сейчас Россия идет к возрождению. Вот про себя лично я хочу сказать, что этот плакат, он как раз и возник, эта идея в моих мыслях, когда я со своей семьей, маленьким ребенком, жил на земле деревьев, и всегда думал, чем же пахнет земля весной. И эта мысль пришла однажды вечером, когда лежала вот этот каравай хлеба, когда лежала луковица, когда в окне далеко был виден храм, и закатное солнце буквально сделало золотым этот хлеб. И лично я очень благодарен за этот удивительный подарок нашей семье. Каждый идет, правильно сказано было, каждый идет своей дорогой к Богу. И, видимо, мой путь, и, видимо, тоже Бог видел и сделал все так. Спасибо. Главными достоинствами, отобранных для показа работ и работ призеров, стали не только высокий профессионализм, но и искренность, свежесть идей и образов. Творческий подход к сложнейшей теме, видение современной России и обилие работ, показывающих значимость для русского народа православной веры, убеждает в том, что Господь наш творец, а творчество – наша песня к Господу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова